Всем привет! Сегодня готовлю щи из баранины. Очень простое, вкусное и сытное блюдо. Такие щи готовила моя бабушка. Здесь есть все и мясо, и овощи, и наваристый бульон. При этом нет вредной пережарки. Для начала необходимо сварить вкусный бульон. Для этого я беру 1 килограмм баранины на костях и укладываю в чашу своей мультиварки-скороварки. Сюда же добавляю одну среднюю морковь и одну луковицу. Луковицу я не чищу, но срезаю хвостики. Сразу же добавляю соль, черный перец по вкусу и несколько лавровых листочков. Никаких специальных специй не потребуется, баранина и так очень ароматная. Заливаю все это тремя литрами кипятка, чтобы быстрее начало готовиться. Варить бульон я буду своей незаменимой помощницей мультиварки-скороварки. Закрываю крышку и клапан, устанавливаю программу тушения холодец на 1 час. Конечно же, такой бульон можно приготовить в кастрюле. Варить его нужно под крышкой на медленном огне 2-3 часа, в зависимости от жесткости мяса. Посмотрите, какой крепкий наваристый бульон получился. Мясо прекрасно разварилось и всего лишь за 1 час. Если мясо получилось мягким и нежным, хорошо отходит от костей, значит оно готово. Мясо я отделяю от костей и складываю в отдельную емкость. После того, как оно остынет, его можно нарезать тонкими ломтиками. Очень вкусно! Теперь приступаем к приготовлению щей в толстостенную кастрюлю. Я высыпаю примерно полкило капусты, 3 картофелины, 1 луковицу и 1 морковь. Заливаю все это горячим процеженным бульоном. Процедить бульон обязательно, так как внизу могут быть мелкие косточки. Соли, специи не добавляю. Бульон уже соленый, впрочем, подсолить всегда можно в конце по вкусу. Ставим на плиту, накрываем крышкой и будем варить после закипания на умеренном огне 40 минут. Вот такие щи в итоге получились. Они очень вкусные, легкие и в то же время сытные и питательные. Также их преимущество в том, что на следующий день, на второй, на третий день они становятся вкуснее. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием и будьте здоровы! До новых встреч! Пока-пока!